Зависит от мира и ощущения человека, насколько ему хорошо или плохо, потому что всегда мы всё на себя ровняем. Я здесь счастлива, мне хорошо, здесь мои родные, близкие, я не хочу уезжать, я не рвусь никуда. Просто понимаю, что жизнь только начинается у меня, и, наверное, что может быть такое, ну, всякое случится, будут у меня какие-то варианты, кто-то меня позовёт, что, может быть, я бы могла уехать, но я никогда там, я понимаю, что без России меня нет. Может быть, я там хотела бы поучиться, но обязательно вернуться, и как бы это в душе, наверное, мы навсегда. Спасибо, Маргарита. Я тоже придерживаюсь такой позиции, что никогда не говори никогда, если мы в данной ситуации можем высказать какое-то мнение, мы не знаем, что может случиться завтра, и как изменится наше мнение. Что касается полярных мнений, то есть или да, или нет, если можно, я тоже отвечу не своими словами. Есть такая группа замечательная, советское воскресенье, и у них не менее замечательная песня, которая могла бы стать девизом сегодняшнего дня, тоже об эмиграции, которая называется «Я ни разу за морем не был». И есть там такая тоже полярная строчка «Оглянись на прощание», и вот она, под ногами чужая земля, то ли птицы летят перелётные, то ли крысы бегут с корабля. Вот в моём понимании, мы не знаем, что случится с нашей страной дальше, но вроде бы пока корабль не тонет, и я пока не бегу. Я вспомнила комментарий одной девушки, она мне в блоге написала, она переводчик китайского, собственно, и есть ли себя предпосылка для того, чтобы ехать в Китай, там строить профессию, заниматься любимым делом. Она говорит, ну я ни при каком раскладе не уеду, просто потому что здесь в России мои близкие, моя семья, вторая половина, ну вообще мои корни. Мне кажется, близкие и семья – это самое главное, поэтому нет. — Извините, а можно, я прошу прощения, что я так врываюсь в этот круг, можно добавить, покоим тоже комментарий к Тане? Здесь говорили об иллюзиях, вы говорили о языке. Я хочу тоже немножечко так развенять иллюзию молодого человека, который говорил, что он хотел бы уехать в Японию, изучая японский язык и работать переводчиком. Вот опять-таки подтверждает тоже слово Таня, переводчик из китайского, с любого языка. Хочу сказать, что прекрасно переводчику уехать в другую страну и стажироваться, изучать язык, но никогда человек, эмигрирующий на постоянное место жительства, он не сможет быть полноценным переводчиком на русский язык, потому что моментально вы потеряете чувство языка. То есть мой личный пример, однажды мне в друге попался текст, переводчик чешского, мне сказали так, это женщина-переводчик, она живет в Праге и переводит на русский язык. По обилию оборотов не русского, а чешского языка можно было просчитать, сколько лет она уже живет в Праге и насколько она потеряла уже это чувство русского языка, и в раскладе в России она уже не может быть переводчиком на русский язык. Вот это замечание касаемо переводчиков. Спасибо, Ксения. Что меня однажды, давным-давно, все-таки остановило, и вот я сказала, наверное, нет, что я никуда не еду, то то, что я поняла, что как бы я не старалась, как бы я не хотела, там я никогда не стану своей, там всегда буду человеком второго сорта. Там, может быть, работать в три раза больше, стараться в четыре раза больше, иметь все желания, но своим я там никуда не стану. Мои дети, да, уже, они будут гражданами этой страны, куда я перееду. Сама, нет, и, наверное, вот это очень сильно останавливает. С другой стороны, опять-таки, может, и стоит иногда потерпеть и пострадать ради своих будущих. Своих будущих, не знаю. Мне кажется, что, вот я совершенно с Артёмом согласна, очень многие русские остаются действительно русскими, там, с родственниками, да. Не знаю, вот эта беседа очень сложная, очень такая, может быть, так и должно быть больше вопросов, чем ответов. Не знаю, на свои вопросы я, наверное, ответов все не получила. А вопросов еще больше согласна. Спасибо вам за это, кстати. Ирина Евгеньевна. Ну, может быть, по каким-то другим проблемам, я бы никогда не говорил, как говорить, не говори никогда. А вот на данный вопрос я, конечно, отвечу очень конкретно, если, не дай бог, только меня насильственно никогда не депортируют, не дай бог, да, сама я никогда не уеду, ни при каких обстоятельствах. Почему? Причин очень много. Сегодня, как говорили, я практически со всеми согласна, да. Но я еще одну скажу. Причин, к которой я никогда не уеду, ну, я постарше здесь вас. Знаете, мне здесь интересно. Я в советском государстве жила, я в перестройку жила, да, да. Не, ну, закончится, оно не закончится. Понимаете, вот в других странах, во-первых, таких перемен быстрых не бывает. Не бывает таких вот калейдоскопов, событий, лиц, людей, мнений. Ну, нет этого, понимаете, нет этого драйва, который вот есть у нас, да. Сидим, ждем, что там четвертого марта будет, да. И что будет пятого марта, да. Я не агитирую, я размышляю, понимаете. Вот, мне здесь очень интересно, и я считаю, что мы все-таки должны действительно прикладывать какие-то усилия для того, чтобы сохранялись наши корни, наш фундамент, чтобы наши дети, наши внуки могли настроить вот тот этаж с тем потолком или с той крышей, с которой вот вы сказали, с таким, каким они хотят. И для этого надо нам работать. А иначе зачем мы живем? Иначе смысла в нашей жизни нет. Спасибо. Ну, я вас приглашу из Ксении, потому что все равно, как бы, в другой, в чужой стране ты все равно не будешь своим. Получается, что, как бы, я в этой стране чуть-чуть не своя, да, правильно? Я, как бы, еще прекрасно понимаю, там, то, что у тебя написано в паспорте, там, ты родилась в Астрахани, ну, фамилия, внешность. Это уже все равно многих людей отталкивает. Не знаю, раньше я была такой, прям, ярой, прям, это я, нет, я оттуда не уеду, Россия, это для меня все, как бы, с возрастом ты начинаешь понимать, что все равно, как бы, твоя нация берет. То есть не то, что не нравится в России, а просто хочешь быть там, где, как бы, такие же люди, как ты, которые похожи на тебя, говорят, там, на твоем родном языке. Я, ну, держу только, вот, наверное, семья, семья, там, родные, близкие, которые, в основном, все тут, и, как бы, из-за этого, а так как мы все именно ищем эту привязку, вот, какую-то в людях, а не вместе, я думаю, из-за этого тяжело расставаться с Россией. Я в таком еще не чусь стороны-сторону. Ты говоришь, по работе? Ну, да, потому что меня, как бы, отец очень сильно хотел отправлять, и я не знаю, сейчас уже жалею или не жалею о том, что не поехала учиться там и уже жить там, потому что многие, кто приезжает туда, потом не расстраиваются, что переехала. Вот, это я и думаю. Спасибо. Я уже обозначила свою позицию. Я, наверное, может быть, яркий пример вот здесь, что я, например, живу в Камазяке, где у меня дом, работаю в Астрахове. И когда меня на работе спрашивают, ну, ты не устоешь вот так вот добираться все время, я, в принципе, говорю, знаете, я по многим причинам остаюсь в Камазяке, потому что я иногда из Камазяка быстрее добираюсь до работы, чем я, скажем, у тети здесь остаюсь ночевать в районе онкологии, которая живет, я добираюсь, ну, просто я выхожу за полтора часа иногда, во вторник первой паре, за полтора часа выходить, это испытание, скажу я вам. И по этому поводу я могу представить для русской культуры, вспоминаю английскую культуру и африканскую, если вы позволите. У англичан есть такое выражение, они дом переводят двумя словами, house и home. House для них это, ну, вот, это здание, да, а друг другу они говорят feel yourself at home, да, то есть дом это то состояние, о котором я говорила выше, это, мне кажется, оно не зависит от, может быть, даже дома, предков, я не знаю, то есть человек такое существует непредсказуемое, ему может быть хорошо там, где и не подумаешь. Тому примеру я уже приводила, так сказать, цитаты. И вторая, так сказать, цитата из африканской культуры, это то, что они говорят очень мудро, что если ты гнилая картошка, ты находишься в мешке гнилой картошкой, если тебя гнилую картошку переложить в мешок с хорошей картошкой, ты не станешь хорошей картошкой, а наоборот, ты испортишь весь мешок. Поэтому я всегда студентам с вами говорю, просто, ну, если вы поедете, то порассуждайте, пригодитесь, если вы там, если вы считаете, что это ваше, езжайте, а если вы считаете все-таки, что вы чего-то ждете от других, это вот, к сожалению, немножечко в русской культуре вот эта инфантильность, кто-то должен сделать за меня. Это и в контексте предстоящих выборов, опять же, ничего не агитирует. Вот приедет барин, как говорили, как раз, барин нас рассудит. Нужно, наверное, все-таки менять внутренность этой картошки, и тогда тебе будет хорошо, и я. Спасибо. Ну, знаете, чем больше я сижу, дальше слушаю даже вот эти вот маленькие такие выступления, и больше как-то новые мысли как-то появляются в голове, что лично для меня, лично для меня я сразу скажу, что, конечно, я очень люблю ездить, я очень люблю смотреть мир, я очень люблю смотреть новые места, но у меня не возникает желания там остаться. Я могу куда-то захотеть еще раз приехать, но как-то жить мне там не хочется. Поэтому по ряду тех же причин, о которых мы сегодня уже говорили, что это привязка и душевная привязка, и привязка к родственникам, привязка к своим предкам и так далее. Хотя у меня была ситуация жизненная, у меня жена гражданка Украины, то есть простается, мои дети граждане Украины, они родились на Украине, и у меня была такая возможность уехать. Вот 8 лет назад, просто брошу взять все и взять и уехать на Украину, жить полностью, хотя я рожден здесь, и все мои родственники здесь. Где-то там есть этнические предки, у меня на Украине есть. Но меня это что-то остановило, это что-то, я понял, что это привязка к тому, что это моя земля, это то место, где я бы хотел бы жить, и благодаря своей супруге, что она поддержала меня и осталась здесь со мной, и что мы живем здесь вместе с нашими детьми. И когда говорят о том, что уезжать или не уезжать, конечно, это дело каждого. Это дело каждого, и каждый волен, говорят, что рыбка ищет, где глубже, а человек, где лучше. И навязать свое мнение бывает очень тяжело, но если есть такая возможность человеку, ну, раскрыть глаза, можно даже сказать, то я буду всегда стараться это делать, то есть людям показать, что не все так радужно, как хотелось бы. Ну, чисто для меня, я хочу жить в России, и постоянно настаиваю на этом, и поддерживаю эту мысль. Я так подзамерзла даже, очень много мыслей разных, на самом деле, так сейчас все бурлит внутри, и хочется, безусловно, поддержать в первую очередь просто ваше высказывание, потому что действительно это то, чем я занимаюсь, да, действительно я встречаю людей, стараюсь все-таки им хотя бы чуточку раскрыть глаза на то, что вот, что такое. Да, если человек не нуждается в моих каких-то, да, там, объяснениях и пожеланиях, то, безусловно, я не критикую такого человека, потому что это его личный выбор, это моя жизнь, это им яс, это с 18 лет люди, которые уезжают, которые живут, которые, там, то есть в течение 15 лет я вот теряю друзей, которые потом возвращаются, и кто-то говорит очень хорошо, кто-то говорит очень плохо. Мою позицию я тоже выразила, без России не могу, это вот парадокс. Сейчас вот со странностью осознала, что вообще-то я азербайджанка, что в течение 100 лет моя семья живет здесь, я не знаю своего языка, и однажды всего лишь в своей жизни была в покое, и часть моей жизни связана с Дагестаном, и я, да, вот только, может быть, последние годы осознала вот эти свои корни вообще, что это такое, но прямые, помыслить о том, чтобы оставить Россию, ехать либо в Азербайджан, либо вот в Тагестан, ну, это, ну, это немыслимо, просто невообразимо. Дискуссия интереснейшая, то есть сейчас у меня там внутри все бурлит, клокочет, и, ну, как-то патриотизирует, что ли, то есть, ну, вот я патриотка страны на самом деле. И что бы ни было, вы знаете, всякий раз, когда я возвращаюсь из-за границы, первое, с чем сталкиваешься, это паспортный стол, когда ты даешь свой паспорт, чтобы... Это комедия, это, знаете, все на самом деле, да, когда ты вернулся откуда-то, и нам навернут вот эти каменные лица, да, вот этих московских, и он тебя возвращает, welcome to Russia, да, то есть добро пожаловать в Россию, да. Но это мы, это наша страна, и это, пусть это есть, пусть это, ну, это вот, это родина. Это, это ощущение. Я сейчас теряюсь, спасибо. Спасибо. Я хотела бы писать, меня зовут Эйжан, я студентка химического факультета Астраханского государственного инститета, и хочу сказать, что я родилась в Астрахани. Да, у меня есть часть родственников в Казахстане, но все-таки основной костяк родственников — это Россия. И я все-таки себя чувствую, не знаю, россиянкой в полной мере. Знаете, когда я впервые оказалась в Казахстане, в гостях у своих крестных, мой названный брат и их сын, соответственно, он мне сказал, «Ты казашка, ты должна обязательно жить в Астрахау, там, или в каком-нибудь другом казахском городе, потому что это твоя коня, это твоя историческая родина». Я, конечно, ужаснулась, мне тогда было уже 13 лет, и я просто подумала, как же так? Нет, это невозможно, я не могу, я не могу своих друзей, да. Я россиянка, я чувствую себя русским. Говорится, еще с детских сказок, здесь русский дух, здесь лучше пахнет, то есть тут никак без этого не могу. Далее уже на, допустим, первом курсе университета, когда мы начали изучать 5-2 языка иностранной французский, когда мы представлялись, как вот, допустим, называть свою национальность, всегда нам преподаватель сказала, называйте себя «Жи-сли-русс», то есть я русский. Я говорю, а как же так, ну мы же из разной национальности. Нет, во Франции, допустим, вы были бы французской, вы были бы француженкой, там, соответственно, так. И поэтому я считаю, что да, в Казахстане я буду есть удовольствие, но в качестве гостя, но никак, но никак не в постоянных жителях. Что касается других стран, вот как мы сегодня видели, статистику Жени, вот, то, что да, так популярно, и многие там предлагают собственные усилия, чтобы там работать. Нет, я учусь и получаю знания в своей родной стране именно для того, чтобы быть ей полезной. И я хочу быть именно химиком, полезной для России. Ну, как, в общем, как получится. То есть, если химик, химиком, а второе, когда специалист экономист, экономист, там, в общем, я, как сказать, начинающий журналист, может быть, я буду журналистом. Почему же нет? Я все-таки предлагаю это. Ну, и, наконец, все-таки я хотела бы сказать слова Гёте. Что-то чужбина Родина не станет. Вот, я четко в этом уверена. Я хочу жить в России. Как тут? Горис, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я уже сделал, как бы, свой выбор. Не скажу, что это последнее, но я переехал, как бы, со Средней Азии, с Киргизии, поступил в Россию. Это уже какой-то шаг, как бы, и я... Да, есть мечта, конечно, побывать в Европе, за границей, вот, увидеть это все равно. Пока я там не был, я не могу сказать, что хочу я туда или нет. Вот. Я думаю, время покажет, чтобы дальше, но основные планы пока в России остаться. Потому что здесь лучше, чем там. Спасибо. Ну, вот я тоже соглашусь с Ксенией, конечно, и считаю то, что... Мне тут, как бы, спокойнее. Вот пару лет назад мы с друзьями были в Испании и просто, ну, шли по улице и встретили русских мигрантов. Они 10 лет уже жили вот там, в Испании, в городе Вига. И, ну, мне тоже стало интересно, как так вот уехать из России туда, как вообще это все живется. Они сказали то, что вот они с мужем, ну, я с ними разговаривал, сказали то, что с мужем каждый день запоминают, ну, Россию, какие-то моменты там из жизни в России. И из года в год они придумывают какую-то там причину даже, ну, чтобы просто съездить в себя вот в Россию, ну, там, в Саратов, что ли, в Ростов, точно не помню, город. Просто, чтобы надо вот это глотнуть, куда-то, не знаю, вспоминание, что ли. То есть там причина может быть абсолютно любая, главное, чтобы съездить в Россию. Так что все-таки вот, я думаю, я осталась здесь. Ну, я как бы, я патриот, я родился здесь, в Астрахани, я хочу работать, самореализовываться, быть полезным именно в своей стране. Как бы здесь, как многие уже высказались, здесь семья, близкие, друзья, у кого-то учеба, у кого-то работа. Это все держит здесь. А в других странах тебя ждут только как туриста, но не как нового гражданина этой страны. И многие знакомые, близкие живут в разных странах, в основном Европы. И им как бы там все нравится, им там хорошо жить. Это их выбор. Но при каждой, вот как сказал Денис, возможности приехать в Россию хотя бы на неделю, они с удовольствием бросают все и едут обратно. Потому что здесь какой-то вот дух, русский менталитет. Их все это дерзит здесь. И поэтому они с удовольствием возвращаются хотя бы на некоторое время. Но все-таки почему-то не остаются, хотя много раз просили. Там уговаривали оставаться здесь, потому что это все позволяет. Но они уже устроились, реализовались там. Вы знаете, прошу прощения, была такая пародия на фильм «Адмирал», и там прозвучала такая фраза «И я уезжаю любить Россию, мы же стоим». Чем вы говорите раньше, что не леет. Спасибо. Ну, я несколько ремарок хотела по предыдущим высказываниям. Во-первых, по поводу перевода за границей. Действительно, я понимаю, что чем лучше я разговариваю по-японски, тем хуже меня получается переводить на японский, на русский, как-либо. То есть это совершенно другое, ты подстраиваешься под совершенно другое. Ментальное восприятие внешнего мира, и тот механизм, который работает, тут переводчиком при переводе, он тут уже совершенно не работает. Потом по поводу фамилии в паспорте, мне кажется, в Астраханском регионе, вообще в Астраханской области, это вообще никого не должно волновать, потому что у нас исторически такое смешение культур, это перекресток культур, это причем, кстати, что приводит в абсолютный восторг всех японцев, которые вот только японцы и больше никто. Мне кажется, в этом есть и наши слабости, и наши силы, как мне кажется. А что касается вот России, страны, уезжать, не уезжать, я так скажу, что я не хочу быть полезна своей стране, я хочу быть полезна просто людям. И если я буду полезна, ну, грубо говоря, я сейчас, я чувствую, что я в какой-то степени полезна здесь. Когда я приезжаю там, я нахожу пути быть полезной там. И я думаю, что пути Господне исповедимы, и, ну, грубо говоря, что не ограничиваю я Божию милость, то есть получится мне поехать туда, и я действительно там пойму, что я belong, то есть вот действительно я себя там найду, я согласна быть там. Нет, я согласна быть здесь, у меня нет ни желания уехать, вот однозначно ни желания там, во что бы ни стало там, я не буду из себя строить какого-то патриота там и так далее. То есть я просто хочу быть с людьми, быть им полезными, а где это будет в Африке, в Японии, в Америке, там где угодно, я думаю, что это уже как судьба распорядится. Спасибо. Ну, что касается меня, меня зовут Ольга, я в прошлом студент АГУФИЯ, вот, ну, я думаю, что в вопросе выезжать или оставаться здесь все-таки, ну, в моей позиции тут, я думаю, больше сыграло, наверное, воспитание, как-то, как меня воспитали, какая у меня была семья, но вот честно сказать, я не могу себя назвать, что я патриот, и как только будет возможность уехать, я с удовольствием и еду. Но тут я думаю, что больше все-таки факторов сыграл мой отец, как он меня воспитал, он, так сказать, принадлежит к людям, которые такие обиженные жизнью, или я не знаю, как сказать, но можно сказать, что вот этими годами, что я росла, меня воспитывали так, и что в этой стране нечего делать, что здесь нет будущего, и в каких-то местах я сама убеждала, что это действительно имеет место, и побывав за границей, я сначала побывала в Европе, почти по всей Европе, потом я побывала в Соединенных Штатах Америки, довольно-таки 7 месяцев там жила, и что, ну, что касается того, что хочу ли я там остаться жить, то однозначно да, потому что, как бы люди не говорили, что русские люди обладают более широкой душой, что русские такие необыкновенные люди, я понимаю, да, это и есть, и многих американцев это как раз в русских людях интересует, вот эта вот наша душа такая неповторимая, но все равно вот то, что произошло со мной, наверное, какой-то горький жизненный опыт, когда все мои друзья русские бросили меня там в самый такой сложный период в моей жизни, они знакомые мне американцы, заботились обо мне, как будто я их часть их семьи. Вот этот факт, ну, просто очень поражает, и как бы я бы очень хотела уехать туда. У меня зовут Екатерина, так, ну, значит, я сейчас стою на распуте, честно сказать, я думаю о том, чтобы уехать или остаться, потому что мои родители приезжие, у меня нету родственников, а некоторые друзья, которые были мои близкие, ну, больше в детстве, меня предали, поэтому я, у меня есть какие-то очень близкие друзья, но чаще я надеюсь на себя и на свою семью. Я хочу, чтобы, ну, они у меня были счастливы, вот, и я буду выбирать там, где, наверное, у меня будет комфортнее и удобнее, и где я смогу реализовать себя Астрахань. И, да, значит, у меня родители некрещенные были, они у меня младшие дети, у родителей были, вот, и недавно они покрестились. А мой духовный путь начался в 12 лет, когда я стала читать Библию и пытаться выбрать свою религию. И я пошла на Иньяс, и также, наверное, потому, что мне понравилось англиканство, где давали право выбора религии в 12 лет, где человек сам выбирает себя. И, потому что часто я думала, что, вот, говорят, при крещении дают ангелам, там только говорилось, что дают всем, ну, всем, в общем, будем дают, не только при крещении, а при рождении, и потом человек может сам выбрать. Вот, и я нашла, что у меня религия близкая или католичество, или протестантство, но не православие. Но я сейчас еще стою на распуте, я выбираю, и я не знаю, останусь я тут или уеду, и если даже останусь, то я не буду православной. Спасибо. Ну, подвижение, я не являюсь гражданином России, то для меня этот вопрос, он стоит не из двух вариантов остаться или уехать, а из трех немножко по-другому. Это остаться здесь, вернуться обратно или искать дальше. Ну, что, в принципе, нет более приоритетного, поэтому, если мы не можем выбрать из двух, то мне еще сложнее. Меня зовут Кирилл, я тоже не из России, я тоже из Узбекистана. У меня вот так, перед тобой уставила такая задача. После университета я очень хочу остаться в России, потому что жизнь в Узбекистане мне очень не нравится, и там очень сильно не любят русских, поскольку там, как сказать, приоритет, если ты устраиваешься на работу, там приоритет отдается национальности. Если ты русский, то над тобой еще будут думать. А если у тебя, как сказать, узбекская фамилия, то тебя берут с руками и ногами. Хотя у этого человека с узбекской фамилией будет намного хуже квалификации, чем у русского. И я думаю, что я, скорее всего, здесь останусь. Поэтому у меня решение такое уже. Не хочу никуда дальше. Спасибо. Ура. Завершение нашей дискуссии. А как муж. Я скажу про себя, что передо мной вопрос отъезда или неотъезда вообще никогда не стоял, не знаю почему. И когда, готовясь к этой встрече, я его перед собой поставил каким-то образом, то у меня возникло такое противоречивое чувство, что я не могу его словами передать. В общем, ощущение такое, что мне это не надо вообще думать даже об этом, не знаю почему. Но когда я послушал всех здесь присутствующих, у меня такой небольшой взрыв мозга произошел. Если не сказать взрыв души, что ли, в связи с тем, какие, собственно, ситуации бывают, как вы эти ситуации переживаете. И мне этот вопрос стал как-то по-новому, может быть, интересен. Мне стала интересна, ну, как бы вот глубина, что ли, этого вопроса. И, может быть, соглашусь с Ксенией, которая сказала, что вопросов пока больше, чем ответов.